17 августа 2020 года. Еду мимо резиденции Владимира Владимировича. Послезавтра в среду в 9 утра выезжаю на автомобиле в сторону Крыма. Планирую заехать в Анапу, далее Керчь и еще место, где в Крыму можно взять на прокат три велосипеда. Подскажите, можно ли взять где-то в Крыму на прокат велосипедов, чтобы можно было покататься. О, около мыса Меганом, наверное, там есть спортивная площадка. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Сегодня Мишустин открывал дорожный переход в Амбурской области, Благовещенск, переход на Китай. Он говорит, такой мост, и когда ты входишь в страну, ты должен радоваться, а здесь такое убожество. Он говорит, я себе не представлял, что такое может быть. Вы можете представить, премьер-министр не представляет реальное положение дел в стране. Поэтому видится, что премьер-министр не на вертолете, а на машине, как Владимир Владимирович, может проехаться по стране. Тем более, что видеоконференции можно проводить из любой точки пространства. Военно-космические силы это могут предоставить. Поэтому предложение, чтобы наши политики поехали по стране на автомобилях, ведя прямые интернет-эфиры, встречаясь с людьми. Потому что это откровение товарища Мишустина, что он себе не представлял, что такое возможно. Стоп, снято. Велосипедом, на прокат велосипедом, дорогие друзья. Поездить по Крыму на машине, это огромное удовольствие. А иметь возможность еще физически понагружаться и на велосипеде, это очень круто. Ну и развитие электротранспорта, конечно же, в Крыму интересует. Пишите, готов встретиться, сделать сюжеты о развитии Крыма. Да и вообще не только Крыма. Крым как пилотная площадка. И весь мир может, смотря на мир, говорить, мы хотим так же. Потому что это новая система опреснения, здравоохранения, выращивания всевозможных культур и так далее. Природа подобной технологии. Усток, снято.